Всякий человек, который хочет изучать пятикнижи на русском языке, неважно, он еврей, он христианин, кто угодно, или человек, как бы, состоянный совсем и нерелигиозный, если он хочет изучать пятикнижи, он должен знать, что это самый главный комментарий. Теперь, вот очень правильный вопрос был, а что же с Раши? Раши, Рамбан, Ибнеза и все прочие комментаторы. Что такого, не того, с классическими комментариями, что нужно писать новый, правильно вы спросили? Правильно? Отлично. Понятно, да, все термины? Теперь, дело в том, что если вы читали комментарии Раши, и Рамбана, и Ибнеза, то они все отвечают не на те вопросы, которые интересны современному человеку. Они отвечают, каждый, все они отвечают на вопросы своего поколения. Теперь, и даже не просто своего поколения, а людей определенного типа, которые из их поколения дальше продлеваются. А именно, они все обращены к человеку, который внутри иудаизма, который соблюдающий религиозный еврей. И только такой человек, который внутри иудаизма, который соблюдающий религиозный еврей, который находится внутри предоставства Талмуда, то есть устной тары. И для него Раша объясняет связь устной тары и письменной тары. То есть, если человек приходит сегодня со стороны, то он вообще не понимает, почему Раша этим занимается. И этот вопрос совсем не тот вопрос, который его волнует, и не тот, который его интересует. И поэтому можешь весь Раша прочесть, и, собственно, не понять, ну и чего же такое мне здесь хотели сказать. Не потому, что здесь может быть плохой или хороший комментарий, а потому, что Раша ориентируется на определенную потребность у читателя. И для такого читателя дает комментарий. Но если мы считаем, что тара и иудаизм – это для всего человечества, а не только для соблюдающих евреев, то мы должны отвечать на те вопросы, которые возникают у человека со стороны, который открывает эту книгу. И вот тогда Раша не получается. Мы были две тысячи лет закрытыми, потому что иначе мы не смогли бы выжить. Но сегодня мы вернулись, и Израиль – это место, куда мы вернулись, и поэтому духовное наше пространство совершенно меняется. Мы сегодня открыты для всех, кто хочет это учить. Одно из элементов этой открытости – это такой комментарий, который будет интересен человеку, пришедшему со стороны. И человек, пришедший со стороны – это как нерелигиозный еврей, так и нееврей, так и любой человек в мире, который приходит и хочет это знать, но и огромное число евреев сегодня является таким человеком со стороны, если можно выразиться. В самом еврейском народе есть, и это не случайно, и отход от соблюдения заповедей, вообще не 200 лет, это тоже процесс не случайный. Это создает тот самый запрос внутри самого еврейского народа, который требует открытости к человечеству. И поэтому вот на этот запрос нужно дать ответ. И вот ради этого и написан этот комментарий. Чтобы дать ответ на запрос человека с общеуниверсального, общечеловеческого, который хочет читать Тару и ее понимать в сегодняшних рамках. Это все каббалистическая традиция, которая просто как только она раскрывается, ты просто видишь, как в каждом моменте тебе оставлены указатели на нее. В тексте Тары они просто оставлены, эти указатели. Они все это показывают, только надо научиться их видеть. И вот в этом главная проблема, что ты их не видишь, когда ты читаешь обычным образом, и обычные комментарии тебе их не освещают. А тут вот пришел новый подход света, и тебе поставили фонарики на те штуки, которые ты раньше не замечал. Говоришь, ох, ничего себе, оказывается, это все здесь у нас прописано. И тогда возникает у тебя совершенно новое понимание. Вот именно это главная ценность. Понимаете, моя задача не доказать что-то про Моисея. Моя задача нам научиться из Моисея чему-то совершенно новому, чему мы раньше не учились. И мы это новое выучим от Моисея, если мы увидим саму динамику развития Моисея. Когда мы видим и при отцов, как и развивающиеся личности, наше духовное восприятие просто вырастает на новый уровень. В этом самое интересное. Ведь моя не является моей задачей объяснить Моисею. Но в конце концов, мне от этого все зависит. Моя задача подняться самому куда-то повыше не объяснить Давида, исходя из современной психологии. Какая в конце концов разница? Моя задача мне самому научиться из этого чему-то новому. А для этого я должен по-новому увидеть Давида и Моисея и Авраама. И вот этот ключ к этому совершенно, вот этот фонарь с этого ракурса, освещающий все истории Тары, вдруг показывает, что указатели оставлены, просто мы не умели их читать. И вот это и есть потрясающее новое открытие. Это касается и изучения персонажей, и изучения идей. То есть, динамика – это не только динамика персонажей, динамика – это динамика идей. Что такое динамика идей? Как вы, конечно, знаете, Тара – это вовсе не кодекс законов. Что такое кодекс? Кодекс – это понятная, четкая система. Законы об этом, и вот детали. Законы о втором, законы о третьем, и вот детали. Как устроены все кодексы? Книга, раздел, пункт, конкретный закон. Теперь, но Тара устроена не так. Тара устроена абсолютно не систематически. Тара устроена ассоциативно. Есть рассказы, и к этим рассказам появляются какие-то законы, которые как-то связаны с этими рассказами. А потом у других рассказов и в другой момент возникают совершенно другие взгляды на эти же законы. И поэтому в Таре огромное число мест, где про один и тот же закон совершенно разные вещи написаны. Ну, просто никак не согласуешь. Теперь. И поэтому это как бы вещь всем известная, и так и Тара в этом ее фундаментальная особенность. Это не кодекс. Это другая совершенно вещь. Вот. И вся еврейская традиция все время ставила вопрос, как же это согласовать. Если в одном месте про эту заповедь написано одно, а в другом месте про эту заповедь написано другое, то как же мы будем это делать, когда это не согласовано? И об этом огромная часть Талмуда. Талмуда, еврейской традиции огромная часть этому посвящена. Что делать, если одно место в Таре противоречит другому месту в Таре? И это не просто может быть. Это просто сплошь и рядом на каждом шагу. И Талмуд всю эту работу проделывает. Это все называется устная традиция, которая нам говорит, как же это делать. И если в одном месте написано эту заповедь делай так, а в другом написано делай совершенно иначе, то Талмуд нам объясняет, как же на практике это сделать. Большое спасибо. Это абсолютно необходимо, чтобы если мы хотим, чтобы Тара была не теорией, а реальной практикой, и мы хотим это делать, нам совершенно необходимо объяснение, как мы должны делать. Но есть другой вопрос, который еврейская традиция не задавала. То есть как согласовать, этот вопрос был всегда. Но есть второй вопрос, а зачем это противоречие нужно? Ну почему бы Таре не написать нам по-простому, чтобы не было этих противоречий? Зачем она нам такую задачку? Ну хорошо, мы справились с задачкой, мы согласовали, но зачем нужно было, что вначале есть несогласование? Понимаете, то есть сколько мы задачу практическую решили, мы теперь задаем вопрос, какой был смысл в этой задаче. Объяснение, задача объяснения не в том, чтобы объяснить. Объяснить все очень можно очень просто. задача объяснить, вообще объяснить это не цель. Цель это подняться. Именно поэтому только ордоксальный подход, при котором все божественное слово, вот он создает вопросы, и он создает проблемы, благодаря этим проблемам мы и развиваемся. А иначе просто бы не развивались. Так вот, вопрос, почему есть несогласование, это следующий вопрос. И когда мы начинаем ставить этот вопрос, почему есть несогласование, вот тогда мы видим, как внутри торы, это тот же самый новый фонарь, который мы поставили, который раньше нигде не стоял. Понимаете, когда у вас есть сложная поверхность, не плоская, а сложная поверхность, и когда мы с одной стороны поставили фонарь, у вас одна картина, где-то тень, а где-то свет. Поставили фонарь с другой стороны, вау, картина совершенно другая. Вы увидели просто потому, Потому что фонарь установили в другом месте. И поэтому, как только вы ставите вопрос, зачем есть противоречие, вы тут же видите, что все идеи развиваются. Что кроме развития людей, есть и развитие идей. И эти идеи, они проходят через вот эти вот этапы внутри самой тары, показывая нам, как нужно развиваться. То есть, когда вот этот фонарь вот так установлен, то тогда развитие становится интегральной частью самой тары. Ты читаешь текст, и комментарий тебе показывает, где здесь развитие. Как развивались люди, как развивались идеи. Вот такой комментарий читая, ты сам себе ставишь вопрос, окей, я понял, что вся тара – это развитие, а какое развитие вношу я сам. И вот это переориентация религиозного человека, где в центре религии становится не только соблюдение, не только принадлежность, а мой вклад в развитие религии. И вот это самое главное. Это самая главная модернизация. Главная разница, да? Когда главным религиозным вопросом становится вопрос, что у вас новенького в религии? Что вы сказали нового? В чем вы развили, в чем вы продвинули старый подход? Где вы нашли новые ответы на сегодняшние вопросы? Ведь если жизнь – это диалог с Богом, то диалог идет так – Бог ставит нам проблемы. Он не подсказывает решений. Он что-то дал для решения, да, отлично, и откровение было. Но дальше он ставит нам задачки. Теперь. Это то же самое, что у вас есть огромная высота. Чтобы на нее вспрыгнуть, это только деньги могут вспрыгнуть. Но если тебе поставить ступеньки, то ты залезешь тоже своими небольшими силами. Здесь смысл задачи был в том, чтобы поставить эти ступеньки. Чтобы не сразу доказывать большую теорему, где ты не можешь притворить. Тебе сначала одну часть, потом другую часть. Главное – тебе сформулировать в качестве задачи. И поэтому единственный способ учиться – это решать задачи. Только так воспитывают математиков. Математиков не воспитывают, читая лекции по математике. Да, и так можно воспитать формулы использовать. А чтобы придумывать формулы, нужно самому все эти теоремы доказать. А не, чтобы тебе их доказали. И то же самое с жизнью. Бог нам ставит все время задачки. Нам, в смысле, человечеству. Решая эти задачки, мы и развиваемся. В этом и есть смысл религии. Религия – это способ развития, при котором Бог ставит нам задачки, а мы их решаем. Поэтому нужно воспринимать все сегодняшние сложности и все, что есть в мире, как очередной челлендж, который Бог перед нами поставил. И тогда нашим вопросом становится, что новенького нам есть религиозного сказать. Потому что, и вот этот смысл этого комментария в том, что динамика и развитие интегрируются в самую базу религии, в самый начальный статус. Именно в чтении Тары. И тогда все религиозное сознание перестраивается на развитие. Вот это в нем самое главное.